Привет народ! Ну это видео скорее всего будет обращено к одному человеку, хотя оно возможно будет интересно и всем. Посмотрел ролик на ютубе пользователя под ником Звирфор. Ну к сожалению не знаю как зовут товарища. Я ему написал что могу в принципе сделать такой ножичек сделать могу из рапида. Что такое рапид, чтобы было более понятно. Это вот такое вот ножовочное полотно из быстрореза. Очень неплохой материал для ножа. Просто смотрю вот ну как бы вот на видео его эскизы, его мысли то немножко так буквально взял кусочек скажем так картона и прикинул свой эскиз, как бы это я сделал то я бы сделал это вот так вот. То есть ну давайте немножко ближе камеру возьму. То есть я бы сделал вот такой ножичек ну чем по моему он может быть интересен то это был бы не совсем киридаши, это был бы немного вот вот скажем вот эта ручка то есть рукоять ну можно подобрать материал там G10 или еще что-то монтажных два отверстия отверстие под темляк вот так он будет сидеть в руке и дальше здесь немного так кусочек будет скажем так клинка заточена вниз в танто и дальше идет спуск, который да что же такое с фокусом-то спуск идет в одну сторону заточен то есть ну примерно вот так вот это хозяйство предлагаю я сделать то есть как бы вот вот по мне вот это был бы ну что ты будешь делать? как по мне вот это был бы ну нож который был бы интересен мне я не знаю я как бы не наставил на своем то есть я предлагаю вот к рассмотрению ну по-моему я не знаю что у меня с фокусом конечно давайте вот так еще попробуем то есть по-моему вот этот вариант был бы допустим таки довольно интересен то есть односторонняя заточка здесь и здесь стаместочная такая то есть с одной стороны слушайте наверное нужно брать телефон короче я попытался снять это дело на камеру но дело оказалось гиблое поэтому вот примерно так то есть почему так ну как я вижу эту историю то как бы вот для удержания в руке очень удобно скажем так вот таким вот хватом я не знаю как это правильно называется ну то бишь наверное фехтовальным что ли да то есть очень неплохо так будет что-то если нужно так порезать да то вот таким макаром взять его тоже то есть в принципе очень если сделать рукояточку скажем так полную то или даже плоскую то будет ну как бы неплохо держаться в руке ножичек то есть если что-то даже нужно перерубить перекусить по батоне то можно это очень легко делать но в то же время скажем так ну можно вписаться в ширину и в ширину ножа то есть в ширину рапида рапид имеет 2,9 см в ширину поэтому и 2 миллиметра скажем так в толщину толщина в обухе будет ну а там уже можно будет дальше этот момент обсудить обдумать фу жарапкиоски у меня стоит вот такая вот то есть 40 градусов почти вот так вот ну было 40 уже поменьше ну как бы да вот 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 примерно таким я я бы видел свой нож если бы я что-то делал такое походно-городское такое такой мелкий фиксит ну материал рукояти или рукояти да то это хозяйство уже можно было бы обсудить то есть ножны может быть какие-то ну форма клинка как бы вот предлагаю на рассмотрение ладно пока 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 Продолжение следует...